Добрый день, мои любимые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале! И сегодня очередная рубрика, которая называется «Полезные советы, которые пригодятся нам в жизни, которые сделают нашу жизнь немножечко прекрасней». Что ж, давайте начнем! Хотела еще показать способ, как бывает такое, что на замшево обе появляются какие-то пятна, что-то такое подобное, и ничего у вас нет. В экстренном порядке можно воспользоваться обычной пилкой для ногтей, то есть вы убираете, пятно убирается, но, конечно, нужно усилие. Ну и потом, конечно же, не забудьте помыть пилочку. Следующий полезный совет касается ремонта, или там что-то вы делали красками, нет возможности проветрить, особенно зимой, да. И поэтому такой совет. Возьмите какую-то ложку открытую, главное, насыпьте туда соль, обычной поварной, и поставьте. Скорее соль впитает все запахи, и запах краски у вас исчезнет. Чем сильнее запах, тем больше соли. Вы храните муку на полочке, и чувствуете, что мука у вас стала какая-то сырая. В каждом хозяйстве есть лавровый лист. Положите туда лавровый лист, и мука у вас сразу пропадет, вот эта вот сырость, и мука будет в полной норме. Следующий совет касается полотенец. Полотенца махровые со временем становятся такими жесткими, плохо впитывают влагу, и такой совет, постирали. Потом берете литр воды, на литр воды 2 столовые ложки соли, и кипятите минут 10 это полотенце, например, оно у вас одно. Тщательно полоскаете, и у вас опять снова мягкое полотенце, которое хорошо впитывает воду.